Привет всем любителям французского, меня зовут Валерия, я очень-очень рада приветствовать вас на своем канале Just Francais. После небольшого перерыва на канале, как вы наверняка уже успели заметить, я возвращаюсь с новым выпуском разбора новостей. Я провела некоторую ревизию по всем видео, которые выпустила в прошлом году, и чтобы сделать выводы, какие форматы для вас наиболее полезны, какие форматы вы считаете наиболее успешными, то есть это приносит мне и новых подписчиков, это приносит мне больше комментариев, больше лайков. В общем, проведя анализ всех этих параметров, мне удалось понять, какие форматы будут более актуальны. И одним из них является как раз разбор новостей, поэтому сконцентрируемся на тех вещах, которые приносят для вас больше пользы в этом году, уже в 2022-м. Я надеюсь, что это действительно полезно для вас. Если это так, пожалуйста, поставьте лайк этому видео, хотя бы за то, что я вернулась. И, конечно же, оставляйте ваши комментарии, что вы об этом думаете. Это помогает продвижению моего канала, помогает YouTube понять, что такие ролики полезны людям, и продвигает это видео дальше в массы, в массы изучающих французский язык. А сегодня давайте будем переходить к делу. Ну что, сразу переходим к сути. Давайте разберем заголовок. Кстати, это видео на такую животрепещущую тему, тема здорового образа жизни, все, что с этим связано. Ну, в данном случае это шаги, то есть количество шагов, которые мы должны делать в день, потому что мнение расходится, как вы знаете, это без меня. Вот сегодня разберем небольшой фрагмент на эту тему. Итак, заголовок. Marcher 7000 pas par jour serait suffisant pour notre santé. Ходить 7000 шагов в день достаточно для нашего здоровья. Мы используем здесь conditionnel, le conditionnel serait, потому что, форму, да, потому что эта информация не точная, есть некоторые сомнения, это всего лишь исследование, никакой точности быть не может. Поэтому мы используем условное наклонение. Поехали! Начнем с этого. Вы будете этим утром разбирать миф, да, déconstruire un mythe. Предлагаю сразу же записать это прекрасное выражение. Напоминаю, кстати говоря, что мы работаем таким образом. Я записываю классные слова и выражения в такой сервис Quizlet, который я очень сильно люблю, использую в своих уроках, в французском клубе, в общем, во всех своих занятиях. Потом я поделюсь с вами обязательно ссылкой, вы можете, в принципе, уже найти под описанием к этому ролику и кликнуть на нее, и посмотреть все слова, которые мы разобрали в этом уроке, и выучить их провести всю работу необходимую. Итак, déconstruire un mythe. Кстати, обратите внимание, как пишется миф по-французски. Развинчать миф. Un mythe. 10 000 pas par jour pour rester en forme. 10 000 pas par jour pour rester en forme. 10 000 шагов в день, чтобы оставаться в форме. Такое очень быстрое предложение. Я вам помогу. Me concernant. Ça fait des années que je me fais avoir. Me concernant. Хорошее выражение, чтобы сказать, да, о том, что вас именно касается. Me concernant. Видите, сервис еще полезен тем, что он подсказывает. Иногда и русские варианты дает, но не всегда. Что касается меня. Me concernant. Ça fait des années que je me fais avoir. Так, вот здесь не ухожу отсюда, потому что есть тоже хорошее выражение в этом же предложении. Вот уже несколько лет. Je me fais avoir. Se faire avoir означает... Ой, pardon. Se faire avoir. Попадаться. А, ну да, замечательно. Быть обманутым, попасться. То есть я уже, как, несколько лет обманываюсь. Ну, видимо, он потом скажет, чем обманывается. Наверное, что он ходил 10 000 шагов, а этого делать не надо. 10 000 pas par jour pour rester en forme. Me concernant. Ça fait des années que je me fais avoir. Car, finalement, Anne, il ne serait pas nécessaire d'en faire autant. Car, finalement, Anne, это так зовут журналистку, il ne serait pas nécessaire d'en faire autant. Ну, нет необходимости их делать столько. В маленькой частичке «ан» как раз заложено понятие шагов. Дан, фэр, отан. Давайте послушаем еще раз весь отрывок, с самого начала. Pour Anne, pour le billet science. Et vous allez ce matin déconstruire un mythe. Un mythe. 10 000 pas par jour pour rester en forme. Me concernant, ça fait des années que je me fais avoir. Car, finalement, Anne, il ne serait pas nécessaire d'en faire autant. Eh bien, non, il semblerait que faire 7 000 pas par jour seulement... Eh bien, non, il semblerait que faire 7 000 pas par jour serait suffisant. Про дитак. C'est tout aussi bénéfique... Eh bien, non, il semblerait que faire 7 000 pas par jour seulement... C'est tout aussi bénéfique... Bénéfique pour garder la forme, c'est le résultat. Pour garder la forme, вот так звучит la phrase. То есть делать всего лишь 7 000 шагов в день является точно так же полезно, bénéfique. Предлагаю его тоже записать. Bénéfique, давайте запишем pour la santé. То есть полезно для здоровья. Сразу же в контексте здоровья. Bénéfique pour la santé. C'est tout aussi bénéfique pour garder la forme, c'est le résultat d'une récente étude... Menée par l'université du Massachusetts... Забейте, как иностранные, ну, в частности, английские, да, какие-то названия университетов, да и, в принципе, какие-то английские понятия, как сильно они специфически произносятся во французском. Обратите внимание. Итак, это было étude mûnée, да, то есть исследование, которое проводилось университетом, масса... масса... массачусетским университетом, даже по-русски это сложно говорить. Итак, далее. Ces chercheurs ont, en effet, suivi, то есть эти исследователи, они, они исследовали, они проследили, если быть дословным. Они, в действительности, на самом деле, они проследили. Еще раз, это все. Они, в действительности, на протяжении 11 лет, 2000 adultes, то есть 2000 взрослых людей, десом и десом, вроде. Десом и десом, аж и до 45 лет, в moyenne. Которые находились в возрасте примерно 45 лет, да, в moyenne. Давайте запишем в среднем, то есть средний показатель. Он достаточно часто употребляет это выражение в разных исследованиях, в разных, да, в принципе, в статьях, в среднем, приблизительно. То есть полезно. Так, все сначала. И из этого следует, да, ressort, то есть глагол ressortir. Давайте его тоже запишем, он не так часто встречается, но я считаю его полезным, да. Выделяться, выходить, давайте напишем, скорее свидетельствовать или показывать, выходить. Давайте выходить тоже напишем, то есть из этого исследования вышло, да. Выделоидно на 71, 10000 пасный день. Морко, едем, что есть по-людоку, которые сдавливают минимумю 7000 пасный день. 7000 пасных день. Именно я считаю вас в безопасности? Ум тут, то есть это мой пасечный компози często у них былuted, у них был у них был у них был voiced syndrome. У них был у них был因 officersLife, т.е. У них былоiß NA appelle умилет matière, да. У них был риск, да. Действие, возможно, вы не знали этого слова. Действие, вот так это пишется. Или умер, да, как синоним, смерть. Давайте напишем так. У тю уриск додесе. Инфериер до 50-70%. Инфериер до 50-70%, вроде так. То есть, этот риск умереть, он был ниже от 50 до 70%. То есть, по отношению к тем, кто делает меньше чем 7000 шагов. То есть, напротив, да. Делать 10 тысяч шагов в день, оно не связано, да. Ассоции, как ассоциироваться или связывать. Давайте тоже такое продвинутое слово, чтобы сказать «связано» именно не «ли ей», да, а какое-то более красивое слово. То есть, это факт. Дело 10 тысяч шагов в день, никак не связано с уменьшением, редукцион, да, de mortalитей, вроде так. Не связано с уменьшением смертности. Давайте запишем. С уменьшением смертности. Редактор с учетом смертности. Лично истинка. Болеецаре. Продолжение следует... Болеецаре. Болеецаре. Машаха. В результате церкви, в России, в России, как истинку, ученик, шагов и шагов и мам, в России, гиды, 45 лет, в moyenne. И, в России, кодя, по минимуму 7000 шагов, фигуруют от голова, в среду обновленности нескольких декабровых чувств. Продолжение следует... То есть, эти 7000 шагов в день, они соответствуют, да, корреспондр... Давайте запишем слово. Соответствует... Какой дистанции? Давайте, кстати, запишем, что это корреспондр а quelque chose, да, соответствует чему-либо. То есть, это сколько в километрах, в метрах? То есть, в среднем, в основном, мы говорим, что один шаг человеческий, это 75 см. То есть, мы делаем вычисление, вычисляем. То есть, в дистанции, в расстоянии, дословно, это делается. Софи. Запомните это как разговорное выражение, и вообще во всех математических различных вычислениях, это выражение Софи. Давайте его тоже запишем, не будем просто его запоминать. Помните, это хорошо, но нужно это еще записывать. Получается, да, то есть, как мы говорим, два плюс два, это три, ой, это четыре. Два плюс два, это четыре, например. Вот, в таких случаях, мы используем Софи. Это примерно 75 см. То есть, мы делаем, в расстоянии, это 5,2 км, примерно, это примерно 1,2 км. Это примерно 1,2 км. А 40 минут, 2,2 км, примерно, ce qui correspond à une petite heure de marche, à un rythme нормальный, à 40 минут de marche, à un rythme rapide. А 40 минут de marche rapide, то есть, или час обычной прогулки, либо 40 минут достаточно быстрой ходьбы, марш rapide. Да, и вообще, la marche, это как ходьба, то есть, ходьба ногами, ходьба пешком, ходьба как вид кардио, нагрузки. Давайте, в принципе, запишем, потому что это является, часто, часто очень используется, либо la marche à pied, либо просто la marche, давайте запишем, à pied, ходьба. Да, но, в принципе, без даже «à pied», возьму его в скобочки, понятно, о чем идет речь. La marche à pied. И, d'ailleurs, autre enseignement de cette étude, c'est qu'il n'y a… И, д'ailleurs, autre enseignement de cette étude, то есть, другое какое-то новое знание, да, которое следует из этого исследования. И, другое, не другое, не другое, не другое, не другое, не другое связи между… И, другое, не другое связи между тем, как быстро мы ходим, да, и насколько часто мы умираем. То есть, мы, главное, должны ходить, но не, там, быстро как-то ходить. Главное – ходить. Peu importe le rythme, c'est le nombre de pas qui compte. Peu importe le rythme, то есть, не очень-то важно, мало важен в наш rythme ходьбы, да. C'est le nombre de pas qui compte. Это количество шагов, которое имеет значение, дословно. Но это оборот, вы наверняка его знаете, но напомню, да, c'est que, c'est qui, которое обозначает, хочется сделать выделение в какой-то фразе, мы его используем. То есть, это именно количество шагов, которое имеет значение, да. Conte, давайте запишем слово conte. В значении, conte, в значении, имеет, имеет значение, имеет значение. Мы слушаем этот фрагмент. Не помню, где именно мы остановились, вроде здесь. А что дистанции? В том числе, Анна, 7000 паса по джур, это correspondе а как дистанции? Итак, сейчас мы здесь делаем небольшой скачок в видео, потому что YouTube иногда думает, что я просто беру и перезаливаю видео. Такой прецедент уже был, поэтому чтобы избежать, я перелистываю часть и затем мы делаем вторую часть видео. Итак, поехали. Еще одна исследователь американская исследования уже показала, что... ... 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 вот пять миллионов смертей их можно избежать пока это и витей сиом буш и davantage сиом буш и davantage давайте здесь запишем наверно dc приматуры как устойчивое выражение dc так запишем преждевременная смерть не все знают это слово davantage обозначать больше как плюс просто является более таким литературным публицистическим запомните его но Ivan дальше или просто плюш ты актив и что 5 миллион деться прематуры пора тетри видеть сиом буш и даванда льва бомба амбана ци ски нурец тахар о жар твий петрус fid quéюرة сегодня это у меня и тиме выходные так давайте как раз еще раз все С самого начала, примерно здесь. И так, большое спасибо за просмотреть этот ролик до конца. Да, я признаю, что говорят французы быстро, и не всегда мы можем понять их просто и легко. Кажется, что они полную кашу во рту перемалывают, и ничего не понятно совершенно. Но все дело в практике. Поверьте мне, давайте вместе практиковаться, вместе понимать французов все лучше и лучше. Я буду вам в этом помогать. Если это было вам хоть чуть-чуть полезно, поставьте лайк этому видео. Также подписывайтесь на канал, если вдруг вы новый зритель и еще не подписаны на меня. Я еще раз вас поздравляю с Новым Годом. Желаю нам вместе выучить французский еще лучше, овладеть им, быть более свободными в извлечении наших мыслей на французском. И вообще не задумываться ни над переводом, а просто говорить без всяких преград и с удовольствием. Я еще раз благодарю вас, спасибо за просмотр ролика и до скорых встреч. Абьянту!